Итак, дорогие друзья, мне посчастливилось наконец-то в конце тренинга взять интервью у Игоря Незавибатько. Игорь, выдающийся с моей точки зрения, тренер, который, вот как ведет Игорь, тренинги не ведет, пожалуй, никто. И по моим наблюдениям, вот просто вдумайтесь, что большинство, сколько процентов, я не знаю, людей приходят повторно на Игоря. Но, по-моему, у Игоря покупают все тренинги, которые Игорь ведет. Итак, собственно, хочу вам представить Игоря, сейчас будет небольшое интервью. Да, ну, добрый день. Сейчас, Алексей, спрашивай меня, что тебе будет интересно, а я, естественно, отвечу. Итак, Игорь, у тебя очень много разных направлений, и тебя, что называется, можно назвать человеком-брендом на тренерском рынке. Потому что Игорь Незавибатько, это, ну, даже, оно звучит очень оригинально. А как люди часто склоняют твою фамилию, вот, то есть, вот, там, что это часто слышно, а ты к батьке идешь, там, вот, вот это вот. Ну, наличие оригинальной фамилии хорошо тренирует чувство юмора. То есть, умение и самому остроумно поиграть со своей фамилией. И, соответственно, когда люди играют с разной степенью остроумности, принять это и, в общем-то, отнестись к этому с улыбкой и даже получить это удовольствие. Так что я благодарен своей фамилией именно за то, что она оригинальна, и второго тренера Незавибатько я, по крайней мере, не знаю. И когда в поиске в интернете набираешь Незавибатько, а тем более Незавибатько Игорь, то это точно я. А материалов там много. Скажи, пожалуйста, а вот основные какие направления, то есть, что, вот, какую ценность ты даешь людям, вот, чтобы сразу было понятно, что ценного из этого видео люди могут сразу понять, да, то есть, чем ты полезен миру, да, то есть, ну, я не буду говорить такие высокие слова, в чем твоя миссия, да, ну, вот, как бы, вот, по-простому. Ну, если говорить о миссии, то все равно у меня есть формулировка, которая проясняет вид моей деятельности. И она звучит примерно так. Я создаю мир, в котором хочу жить. То есть, я делаю только те тренинги, которые мне интересны, и только в тех направлениях, которые мне кажутся важными. Два основных направления, которые в настоящее время я выбрал. Первое направление – это удовольствие жить. Я считаю это ключевым, самым важным способность получать удовольствие от самой жизни, от того, чем ты занимаешься, от результатов своей деятельности и от самого процесса жизни. И в этом направлении есть очень много тренингов, которые посвящены нахождению, извлечению удовольствия из разных источников и умению обновлять эти источники. Второе направление, которое в большей степени востребовано компаниями, людьми, занимающимися бизнесом, людьми, которые хотят достичь успеха в этой жизни, называется «энергия успеха». Энергия для меня – это понятие, которое означает следующее. Энергия – это способность к действию. И когда я говорю об энергии, я говорю не сколько о мистических потоках, сколько о способности человека творить, созидать, создавать, расти и развиваться. Вот это для меня самое важное. Когда я говорю об успехе, это способность человека ставить перед собой цели и достигать их приемлемой ценой. То есть та цена, когда человек не платит за достижение своих успехов, ну, например, потери удовольствия. Или здоровьем. Или здоровьем. Кстати, тогда уж точно про удовольствие нет и речи. Ну да, там лечение. Значит, в этой ситуации я исхожу из того, что энергия успеха базируется на следующих умениях. Первое – это умение управлять своими чувствами, своими эмоциями и своей энергией. Для этого создан тренинг «Энергия чувств», «Энергия успеха». Это самый известный, самый востребованный мой тренинг. А вот если в двух словах, вот самую выжимку, вот если мы говорим про какой-то тренинг, да, потому что не все могут пойти на тебя, многие живут очень далеко, просто сейчас поправлю. А вот если мы говорим про какой-то тренинг, ну, вот какое-то информационное зерно, даже если человек не придет никогда на твой тренинг, да, но уже что-то сейчас, чтобы уже что-то мы поняли, вот если мы про «Энергия успеха» говорим, то есть какое-то зерно. Суть следующая, суть следующая. Человек, управляющий своими эмоциями, значит, управляет своей жизнью, а значит, управляет миром, в котором живет. Вот. Инструменты управления чувствами и эмоциями, особенно в стрессовых ситуациях, должны быть очень просты. Я даю несколько методик, ну, скажем так, две. Одну в первый день, вторую во второй день, благодаря которым в тот момент, когда человек замечает, что у него возникают не те эмоции, то есть эмоции вредные для него, эмоции разрушительные, задавая себе несколько вопросов и находя на них, скажем так, нужные ответы, и это вопросы очень простые, очень простые ответы. Человек меняет точку зрения или меняет свое поведение в данной ситуации и получает другое эмоциональное состояние. То есть важно следующее, что негативные эмоции, которые мы называем негативными, будь то страх, злость, раздражение, отчаяние, чувство вины и так далее, они разрушительны для нас, они активизируют на время нашу энергию, но эта энергия уходит не на созидание, а на разрушение. И главное, они еще сопровождаются чувством недовольства или чувством боли. То есть очевидно, что негативные эмоции являются разрушителями нашей жизни. В отличие от них, позитивные эмоции являются созидателями, то есть это созидательная энергия, и главное, еще один критерий позитивных эмоций, это чувство удовольствия, которое ты в этот момент испытываешь. Так вот, когда человека, условно говоря, начинает трясти, он не очень знает, что он испытывает. Страх он испытывает в этот момент, или страх, соединенный с отчаянием, его начинает трясти. В этот момент надо очень быстро определить, в какую сторону, условно говоря, меня трясет. Например, в сторону позитивной или негативной. Если позитивной, на здоровье трясись дальше. Тут можно найти еще способы как-то усилить. А вот если пошло в негативную сторону, здесь надо очень быстро, вот отвечая на эти вопросы, там всего лишь несколько вопросов, увидеть корень, причину своего негативного эмоционального реагирования, и давая, и находя другие ответы на эти вопросы, получить другие эмоции. Вот такая техника, она достаточно проста, но она требует регулярности исполнения. Мы вначале на тренинге разбираем это на примерах, потом обязательно в группах, в парах люди разбирают это на примерах своей жизни, и после этого они уже могут это реально воплощать в своей жизни. Вот такой своеобразный стресс-менеджмент, но не обязательно это будет в ситуациях стресса, это можно применить где угодно. В том числе и даются техники и методы, как с самого начала создать себе нужный эмоциональный настрой, благодаря которому негативные эмоции в нашу жизнь просто не входят. Так, отлично. Теперь, если мы говорим о других тренингах, то человек, который научился управлять своими чувствами и эмоциями, он желает, хочет влиять на других людей, на окружающий мир. Этому посвящен тренинг «Я лидер». Там даются инструменты эмоционального, волевого и прочего влияния на окружающих людей. То есть для меня лидер – это человек, сознательно влияющий на других людей. Особую популярность имеет тренинг «Искусство выступать, влиять и вдохновлять», ораторское искусство. Ну, понятно, почему я театральный режиссер и актер, всю свою жизнь я выступаю на сцене, и плюс 12 лет тренерской практики, и, соответственно, в соединении с этого я вырытал свою оригинальную методику, она не похожа на другие, и, соответственно, я преподаю так, вот как преподаю только я. Значит, суть «Искусство выступать, влиять и вдохновлять». Любое выступление – это влияние. И эффективность выступления измеряется только влиянием на публику и на тех людей, перед которыми мы выступаем. Я мог выступать сколь угодно красиво, я могу выступать сколь угодно выразительно, но если в результате люди после моего выступления не изменились, или что-то в них не изменилось, это пустое слово «блуде». Это пустое заполнение звуками пространства вокруг нас. В своей жизни мы с вами наверняка слушали сотни, десятки тысяч выступлений. Что из этого мы помним? Как правило, очень мало. И что из этого на нас повлияло? И вдруг выясняется, это действительно единицы выступлений, и даже в самих выступлениях это отдельные фрагменты или моменты, но это мы помним всю жизнь. Так вот, наша задача на тренинге – стать теми людьми, которые влияют. Вот оказаться среди того малого количества людей, которые реально меняют людей, перед которыми они выступают. И здесь есть несколько инструментов, и, ну, например, работа со страхами, с зажимами, с напряжением, с нежеланием выступать. Большинство людей, они борются со страхом. Большинство людей, они заняты тем, что как поставить руки, как поставить ноги, как говорить. Это ошибочное направление, потому что главный, на мой взгляд, инструмент устранения страха и устранения негативных эмоций во время выступлений – это управление своим вниманием. Внимание должно быть направлено не на себя, не на то, что ты делаешь, а целиком и полностью погружено в публику и в тех людей, на кого ты влияешь. Так называемая позиция кролика и хозяина. Позиция кролика означает следующее – выступая или общаясь с кем-то, ты думаешь о себе и о том, как ты это делаешь. Это главная причина наших страхов, зажимов, неестественности, невыразительности и так далее. Позиция хозяина – это в момент общения ты целиком и полностью занимаешься тем человеком, на кого влияешь. Ты абсолютно полностью забываешь о себе. И даются инструменты, как это сделать в момент выступления, потому что выступление воспринимается нами как стресс. И вот что сделать для того, чтобы целиком и полностью наше внимание было направлено на объект воздействия, и чтобы мы получали в результате нужные нам изменения, которые мы хотим увидеть. Значит, вот кролик и хозяин – это вот мое такое изобретение, и я использую эту технику и в искусстве общения, мастер общения есть такой тренинг, и в искусстве выступать. И, уверяю вас, это в общем-то нужно везде, везде, где мы общаемся. К сожалению, по моим наблюдениям, 90% времени люди, общаясь, не общаются, а имитируют общение. Вот сделать реальное общение, общение хозяин-хозяин – это секрет успеха. Вот вопрос такой возникает. Ну, очень много интересного, и нас смотрят люди, те, которые проводят интернет-семинары, те, кто выпускает какие-то инфопродукты, но еще думают, вот выйти на сцену, не выйти на сцену. Как вот, что можно вот сейчас вот такого вот изразить, чтобы вот вы услышали, дорогие друзья, и сразу после этого возникло неопределимое желание выйти на сцену, переступить через свой страх и выйти совершенно на новый уровень. Вот что-то можешь посоветовать, вот чтобы вот люди вот после просмотра, не приходя даже, может быть, на тренинг, вот чтобы сейчас что-то вот внутри ёкнуло, что-то в голове поменялось, и вот вдруг захотелось выйти все-таки на сцену, вот вживую перед там десятками, сотнями, тысячами людей. Ну, надо понять, что единого инструмента, единого ключика для всех людей, для всех ситуаций жизненных не существует. А хочется. Да, надо иметь некий набор инструментов, и в зависимости от ситуации, применять тот или иной инструмент, который работает лучше всего, и именно лучше всего для тебя. То есть задача на самом деле тренингов, это выработать свою личную методику управления своими состояниями и управлениями людьми вокруг себя. Так вот, в данном случае, как минимум, надо вкусно, привлекательно и ярко представить тот результат, который ты хочешь получить в результате выступления. Это как, ну, не знаю, создать вот свет маяка, на который плывет корабль. Так. В результате вы получите другой результат. То есть это будет не совсем то, что вы задумали. Возможно, кстати, будет лучше. Или как-то еще. Но само ожидание удовольствия, предвкушение его, это один из самых лучших инструментов у сравнения страха. Заметьте, что страх всегда направлен в будущее. Мы боимся не того, что есть, а боимся того, что... Может произойти. Может произойти. Более того, может и не произойти, но мы уже придумали, что это произойдет. То есть по существу мы боимся не того, что будет, а боимся своих мыслей. Так вот, если мы создаем другие мысли, нам не надо будет бояться этих мыслей. И тогда выход на сцену будет для нас источником удовольствия и предвкушения радости от того, что мы достигнем. Как это делать? Через образы, через слова, через жесты, через движения, через мысленные движения. Есть определенная методика, благодаря которой мы учимся с участниками, по своему заказу входить в состояние вдохновения во время выступления. То есть, иными словами, нужно придумать себе какое-то не просто поощрение, а найти в выступлении какой-то источник удовольствия. Лично у меня с этим все просто. Для меня выступать – это кайф само по себе, потому что обмен энергетикой с залом – это просто непередаваемо. Это примерно как секс, только в несколько раз по-другому. У меня есть даже один фрагмент на тренинге, где мы сравниваем процесс получения удовольствия от секса и процесс получения удовольствия от публичных выступлений. Выясняется много-много родственного, потому что, видимо, у удовольствия есть какая-то одна общая основа, а уже остальное – это способ получения удовольствия. В общем, я абсолютно согласен. И есть разные методики, которые позволяют человеку вот это удовольствие, предвкушение, достижение получить. То есть, иными словами, давайте я, дорогие зрители, вами сманипулирую. То есть, если вам нравится секс, если вам не нравится секс, ну, наверное, с вами что-то не так, то вам понравится и выступать публично. Поэтому, я думаю, вы получите какие-то новые для себя подарки. Но помните, что публичные выступления не должны заменять секс, а секс совершенно не обязательно заменяет публичные выступления. Пусть в вашей жизни будет и то, и другое, и там, и там вы будете получать удовольствие и достигать успеха. Если вы хотите узнать что-то и задать какой-то свой вопрос Игорю Незвебатько, который обладает поистине бесценными знаниями, которые я, пожалуй, не встречал ни у кого, ну, вот как сочетание энергетических практик, практик из бизнеса, из коммуникации, из публичного выступления, задайте вопросы в комментариях, какая из тем, которые мы сегодня подняли, нам хочется действительно узнать, что вам реально интересно, что вы хотите узнать, что вы хотите услышать от Игоря. И, я думаю, возможно, повторное какое-то интервью запишем какое-нибудь? Ну, запишем. Отлично. Поэтому напишите в комментариях, сейчас у вас есть такая возможность, и вы получите ответы на свои вопросы. Всего вам доброго. Спасибо, Игорь, за... Спасибо, Алексей. Спасибо. Увидимся снова.